И снова здравствуйте! Короче, решили мы в этот раз открыть новую рубрику «Втикарём по Европе». Дело в том, что у нас проблема в Германии состоит с поиском и находкой мест, где можно просто так выехать на природу, поставить палатку, пожарить мясо грильного, отдохнуть и тару половать. Так вот, сначала мы решили сделать по Европе. Мы едем в нашу любимую Чехию. Это одна из любимых соседей наших. Лично наших, не знаю, немцев. Там я нашел озеро между Карловыми барами и Прагой. Сейчас мы со света выехали. Сколько проехали? Сейчас едем где-то. Полчаса. Семьдесят один километр, минус двадцать три с работы. Короче, я отработал ночную смену. И вчера мы уже подготовились, решали куда поехать, чего. Под вопросом была Голландия. Голландия сказала, палатки нельзя ставить по закону. Бельгия тоже, Германия тоже. Но мы будем искать эти места. Так что мы едем в Чехию. В Чехии я не проверял, можно, нельзя. Единственное, я посмотрел через Google Maps сателлит. Что люди, машины стоят, палатки стоят. Так что надеюсь, что и у нас получится. Ну что, нашли мы местечко. Вон там я машиной перекрыл въезд. А вид сейчас я вам покажу. Это наш собственный пляж. Здесь по всему озеру, по берегу рыбаки стоят. Может быть, это их забитые места. Не знаю, может нас кто отсюда похоже погонит. Следы есть в воде. То есть люди купаются. Света, тебе нравится, куда я тебя привез? Здесь тепло, да. Место костра есть. Сегодня мы можем костер себе разжечь, гитару поиграть. Здесь вот место для палаточки. Сейчас буду разбивать палатку. Так что приехали мы. Наша первая ночь в двадцать первом году дикарями в Чехии на озере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Доброе утро. Вот с такими видами начинается наше утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это просто бомба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы очень рады, что вот так спонтанно приняли решение приехать на это место. Что мы нашли это место. Спалось нам замечательно в палаточке. Сейчас у нас рассвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время... Половина шестого. По планам у нас завтрак, сбор, утренние туалеты, покормить комаров. Ха-ха-ха. Начали летать. Ну и поедем погуляем немножко по Праге. Сделаю вам тоже обзор. Нам в прошлом году понравился там один бар в центре города. Вот. Локацию тоже я покажу вам. То есть будет в описании, кому интересно. Задавайте вопросы, не забывайте подписываться. Лайки, дизлайки, комментарии оставляйте. И жмите на колокольчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машины. Дикарные путешествия появились в Европе. Продолжается. Мы заехали в Прагу. Сегодня была замечательная ночь. Все было отлично. Выспались, встретили рассвет. А сейчас мы в Праге. Едем в сторону Карлова моста. Чтобы найти там где-то место. Они так есть или все остались? Я не знаю. Есть такие правила. Они так есть. Хе-хе. Ну и пойдем погуляем по центру немного. Потом будем искать, определяться, где мы будем ночевать сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Короче, остановились. Мы в центре почти города. Только на другой стороне речки. Сейчас пойдем к Карловому мосту. Надо будет понаблюдать за парковкой. Потому что парковка. Поставили машину мы и... О! Тут. Эээ... Я закинул в аппарат 4 евро. Оказывается, это всего на час сорок. Хе-хе. Ахе-хе. Стол крон он посчитал. Крон у нас еще нету. Это первые наши траты в Чехии. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Хорошие дни на этом мосту. Не протолкнуться. Но это еще в те времена было. Хе-хе. Хе-хе. Не было этой пандемии, да? Мы были в прошлом году здесь. И останавливались. Мы были на мотоцикле. Вон там, под аркой, возле циркушки. Всем доброе утро. Узнаю, какое оно у вас. А у вас вот так. Раньше с утра встретить рассвет на Карловом мосту в Траге. Пушки. Рано утром встречали рассвет. Так здесь вообще было пусто. Народу почти не было. Да, были такие же зеваки, любители красоты и экстрима и природы, как мы. Хе-хе-хе. Ну и сегодня. Правда жарко. Не знаю. Нам с Германией сообщают, что там ночью не погода. Ураган были. Гроза. Мы ничего от этого не видели. Сейчас у нас десятый час утра. А печет уже как будто в Африке. Музыка. Музыка. Смитрий. Музыка. я конечно не силен в чешском языке но народный книгу книговая по моему это государственная библиотека мы находимся сейчас во дворе женщина что вы прислали и ходите за мной 30 лет а и и Продолжение следует... Огорчились мы немного. Корона сделала свое дело. Много рестораторов здесь, в Праге, позакрывались. Также и знаменитый, мой любимый, бар 1401. Ну и, выходя со двора на центральную пешеходку, через арку, проходя дальше, прямо, буквально за углом, есть еще один ресторанчик, который работает, называется он «У двоих верблюдов». Что, «У двоих верблюдов»? Ну да, «У двоих верблюдов». Короче, сейчас я вам покажу. Здесь у нас Света колдует над меню, мне ничего не надо. Ну и вот этот ресторанчик посидеть можно. Ресторан «У двоих верблюдов». А если посмотреть, да, верблюдов два. Здесь, в принципе, это, походу, место знатное. Здесь тоже орнаменты всякие, верблюды. Непонятно, почему, какие верблюда. Ну, местечко такое, я вам скажу. Вот там подарки. Там был бар 1401, хозяин был украинец. Там подцепились в прошлом году, мы у него этот суп купили. Ну и сейчас вот как-то такой амбиенте. Кстати, вот за этими домами, центральная площадь, вот эта башенка, это уже знаменитые астрологические часы на ней находятся. Опять же, локация будет в описании. Короче, покинули мы Прагу. Едем сейчас на следующее место дислокации, где мы сегодня хотим заночевать. Едем вдоль речушки. Чего-то я сегодня под зае устал чуть-чуть, блин. Как-то тяжко сегодня едется. Осталось нам 18 километров. Надеюсь, что место нас не огорчит. Там какое-то озерцо. Если нет, будем возвращаться на эту речушку. Искать здесь место. Ну что, как говорится, доброе утро. У нас здесь процедуры утренние. Сварили себе кофе. Короче, стоим мы на автобане. Где-то между Кемницем и Ляпцигом на 72-м автобане. А что произошло? Ну, наши выходные подошли к концу. Мы хотели сегодня утром потихонечку встать, собраться и ехать. Но ночью была гроза. А стояли мы в поле. И поэтому я как бы решил, когда я проснулся, я лег рано, выспался. И часа два, наверное, утром я проснулся, ну, ночью. Поэтому, посмотрев всю эту ситуацию, я понял, что если мы останемся, я включил Калимута, посмотрел Рейган радар. Я понял, что если Ливанет дождь, как обещается, с 4 до 7 утра, хороший, а он был, то с этого поля мы на машине просто не выедем. Поэтому пришлось, как бы по тревожному сигналу, поднимать свету, разбирать палатку, по-быстрому закидывать машину и ехать домой. Но до дома мы не доехали. Как оказалось, я не совсем выспался. Начал кемарить дороги, засыпать. Поэтому принял решение, Света спала. Заехать на парковку, поспать. Вот, сейчас даже не знаю, сколько время. Чуть-чуть поспал, сварил себе кофе, и мы поедем сейчас домой. Ну, здесь у нас вот походно-полевая кухня. Сварил я себе кофе горяченького. Света у нас здесь наводит марафет. Я тоже умылся. Ну, я сходил вон туда. Так вот у нас выглядит. Спальники, матрасы, палатку. Ничего не собирал. Ночью, как было, все закинули. И поехали. Так что, как-то так. В следующий раз будем искать в других местах возможность дикарем отдохнуть. Это наша дикарная жизнь подходит к концу. И мы счастливы, нет? Да. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики. Не понравилось, ставьте дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Буду отвечать с удовольствием. Что хотелось бы больше увидеть, а что бы не хотелось видеть. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...